Свои школы будут создавать. Конечно, придется все это передавать. Я же не хочу, чтобы у меня мое чип в болото превратилось. Существует правило, если что-то ты имеешь, ты должен передать это все другим. Только ты на это обопрешься и можешь выше подняться. Вот я хочу расти. Чтобы мне расти, я должен это кому-то передать. Я больше других заинтересован в этом. Не то, что я там пытаюсь уменьшить. То есть, видите, сейчас время еще не пришло еще. Сейчас пока у нас нету возможности. Пока у нас перестрелка идет или пока что. Но вы поймите, вы знаете, сейчас... Сейчас даже гонение на тех, кто родовспоможением занимается, их просто сажают за это. Знаешь об этом? Целая волна репрессий по России прошла. Курсы же этого. И у нас сейчас нет возможности. Если я сейчас открою школу, мне точно посадят. Сто процентов. Поэтому я не хочу сейчас ничего организовать. Ни время еще. Я вам говорю, теорию сейчас хлебайте океаном. Вот тогда я смогу реально вам что-то помочь передать. Вот я зимой езжу как бы рассказываю, а те, кто уже к практике готовы, они летом ко мне приезжают. Не приезжают? Алексей Васильевич, у нас проблема. Вот с этим я говорю, ну давай садимся, попробуем. Вот тогда есть у меня реально возможность помочь. Если же человек теории не имеет, не имеет практики, как я могу ему помочь? Вот объясните, как? Вот как я сейчас могу практикум семинар провести, чтобы вы что-то прочувствовали, что-то поняли и что-то научились? Ну как? Вот объясните, вот как я вам могу помочь? Пока вы океан теории не выхлебаете, мне придется океан на вас выливать. Другого пути у меня нет помочь вам. А сейчас эта литература доступна, а она, если это за семью печатями была, то сейчас это доступно. Ищите. Кто ищет, тот всегда найдет. У вас, смотрите. Просьба к следующему, к завтрашнему семинару подготовьте список литературы, который вы бы рекомендовали вообще. В конце кощунов там опубликовано. Там очень много, да. Спасибо. Ну сейчас и новое появляется. Но вы спросите, ребята, у кого есть информация об этом? Сейчас в электронном виде она распространяется по страшной скорости. Вот возьмите, вот поднимите руку, кто сталкивается с литературой на эту тему? Вот поднимите руку. Постоянно. Вы смотрите, сколько. Какого-то чего? Как управлять половой энергией, как очищать свою энергетику. Много литературы, согласны? Кто ищет, тот всегда найдет. Это сейчас не секрет. Но вы еще немного, понимаете, очень много идет неправильных вещей и методик. И поэтому хотелось после таких управлений или после таких вот опытов, да, ну, извините меня, но здоровье можно потерять. Мы говорим сейчас о теории. Я вам не говорю, что давайте практикуйте. Кто-то в тягушку попадает, понимаете? Согласен. Есть такое. Тут еще очень важно, да, информации много. А вы просто читайте, принимайте это просто к свете. И когда вы найдете человека, который действительно что-то умеет, вы это поймете, что этот человек действительно что-то умеет. Вы тогда скажете, а давайте что-нибудь практикуем. Потому что теоретически вы знаете, что и как. Ну, мы можем это подкорректировать, поправить. И когда вы начнете тренироваться, за вашими плечами, вы это запомните хорошенько, за каждым из вас стоит рот. Это такая мощь энергетическая. И он заинтересован в том, чтобы вы шею не свернули. И если вы будете искренне к этому относиться, обязательно они пошлют вам учителя, который вам будет помогать. Это правило готов ученик, а готов и учитель. Он ни на секунду не задержится. Это я вам 100% гарантирую. Это правило. Не забывайте, кто вы, и кто за вами стоит. Они вам всегда помогут. Только вам нужно искренне. Будьте искренне. Будет у вас все. И литература появится. Вот кто замечал, что стоит взять какую-то информацию и со всех сторон начинает нести. Замечали? Вот опек о рода идет. Вы видите? То есть только встать на этот путь. И сразу информация идет. А кто уже практикой начинает заняться? Обратили внимание, что сразу начинает круг знакомств тех, кто практикой занимается. Есть такой процесс? Есть. Потому что за вашими плечами рот, и он все это контролирует. Всегда поможет. Только наше должно стремление. Медитарь говорит, Если вы навстречу идете, шаг делаете, то боги вам навстречу два делают. Если вы идете навстречу, то они бегут к вам навстречу. Если бежите, они к вам летят. Потому что они больше заинтересованы, чем вы. Им воплощаться нужно среди нас. А боги мира праве, они хотят, чтобы как можно больше гормонов мы в космос вырабатывали, стали совершенными существами. Неужели они нам не помогут? Ну, как это может? Да никак не может. Я вас 100% гарантирую. И вот он уже сколько присущих, которые на себе это испытали. Опека идет. Ежесекундная опека. То есть за нашими богами мира праве они создали эту вселенную. Они все в этом мире создали. И они нас опекают. Ежесекундно. Так нам ли быть в печали? Что нам чего-то, чего-то не додали. Да все от нас зависит. Мы там про целомудрый говорили. Следующий, что у нас? Сохранение мужского семени мы уже говорили. Еще раз повторите. Ну, то есть, если человек не желает зачинать потомство, а у него вырабатывается семя, у него полюция там начинается, или проблема там, нужно искать, куда сбросить это семя, то чтобы не пачкаться, необходимо сублимировать половую энергию на умственную. Для этого используется в основном ситхаса. То есть мы говорили, левая пятка в промежности, там, и дыхание, когда по ингаре опускается энергия вниз, захватывает энергию с яичков, и вкачивается, в ингаре опускается до копчика, и по су-шумне поднимается наверх, язык к верхнему небу, и это стекается в хару. И в каре аккумулируется эта сила. То есть все на уровне образа? Сначала на образе, а потом вы все это прочувствуете. У вас как, там, горячий штырь позвоночек будет загонять. Носом. Что? Носом. Только носом. А иначе, если с ртом дышать, то есть... Но это лучше все-таки практики делать, показывать все-таки, и на самом деле. А у Манты Качи, то есть вот, многие там еще есть, да, например, в практике, это... Читайте Мантака Ча, читайте нашего Медведева, авторов очень много, которые эту тему. А у Манты Качи Медведи больше ничего не слышал, то есть по этой теме пришли. Нет, попадались мне какие-то работы, где он тоже затрагивает это все. Ищите. Есть другие авторы. Я, например, еще при советской власти были школы, но, правда, они полуподпольные были. Был такой учитель, Аверьянов, может быть, кто-нибудь слышал? У него работы есть, тоже по сублимации. Я... Попадал в школу, где я обучался еще при советской власти. У него была гуру-аваравера, тогда модное такое было. Никто не слышал? Это более взрослое уже поколение мало слушать. Алексей Васильевич, давайте, может быть, по следующим пунктам пройдемся, когда у нас время уже... Ну, с половой энергией разобрались? Питание. Значит, чтобы семя сохранять, пища не должна быть в стихии страсти. То есть, нужно объяснять, что такое страсть, добродетели невежества. Все в курсе. Так же? То есть, поменьше сладкой пищи, поменьше острой пищи, поменьше маслянистой. И тогда семя не будет образовываться. Но самое главное, не допускать мысли о похоте. Это самое важное. Приходят мысли, раз, о чем-то другом. Сказать, э-э-э, это я цихория, у меня там дует в уши, там, не буду, это поводуете. Раз, и о другом думаете. Не допускайте. Понимаете, откуда все это идет. И тогда все, эмерия не пойдет уже на нижние чакрамы. Не будет создаваться семя. А вот по поводу пищи, какую наоборот надо есть, если там сладкое не надо, а какую надо там наоборот, для сохранения. Не слишком острую не нужно, чтобы перцы, когда на нее, конечно, в страх там пойдете. Горячие мужчины, да? Да. Овощи, фрукты, орехи, грибы, там, ну, можно там молочные продукты, ну, в меру, употреблять. Ну, каждый по себе будет мерить. А, Екатерий Васильевич, а можно я тебе не давать, вы не знаете такого семейника Валерия Николаевна Павловича? У него есть хорошая книжка, когда не в гладости. Если он здесь, он это так? Я этого работу не читал, не могу ничего сказать. Он, да, у него хорошая, ничего плохого я у него не видел. Но он похожий разноверия. У него не хорошая книжка, когда не в гладости. А по поводу мяса, что вы скажете? Мясо, салат, как? Ну, если мы поймали животину, загрызли и съели, это будет в страсти пища. Не понял. Страсти. То мы получаем страсть, энергию страсти. То есть активность, здоровье, силу получаем. Если же у нас мясо гниет, в холодильнике, там, неделю, две, там, разлагается это все, то это будет пища в невежестве. Человек питается такой пищей, он становится глупым, ограниченным и больным. То есть человек, если я представляю, то, что он ест. Если он питается трупами, то ходячий скотомогиб. Это же понятно. Наше тело не предназначено для усвоения мясной пищи. Мы не хищники. Мы плодоядные существа. Мы должны плодами питаться. Это по природе нашей. Раньше была кассия. Если человека кормили одним мясом, он страшно от мука на 20-е сутки умирал. То есть это анатомию. Если изучать, то мы увидим, что мы не хищники. Мы не можем питаться. Почему у человека кнуки есть? Почему мы не хищники? У человека есть кнуки. У человека жвачная, желудная. У него есть кнуки. И шеечник. И я в то время прожил в Сибири, я посмотрел бы, как бы там яблоками яблоки не растут. Если бы там салом не питали бы, как бы там наши деды... У меня много лепетериаций, даже сыроедов из Сибири. И живут припеваючи. А вот расскажите, что-то теория Деденка. Знаете? Что? Теория Деденка. Врачная идея. Монетическая. Ну, это другой вопрос. Это по психологии, а не по питанию. Мы сейчас о питании говорим, а не о психологии. А он затравил вопрос психологии. Это немного другая тема. Мы сейчас говорим о том, что есть три типа существ. Это травоядные существа, хищники и плодоядные. Три типа существ науки известно. Мы среднее положение занимаем. Мы можем, да, какое-то время питаться мясной пищей, но потом начинаем страдать. Есть такое понятие, как видовая пища. То есть у каждого существа есть пища, которая предназначена природой. Мясная пища нам не предназначена, мы от нее погибаем. Более того, у нас в природе нет термически обработанной пищи. Питаться термически обработанной пищей это преступление. В результате мы просто начинаем болеть и погибать. Нужно объяснять, что такое сыроедение. Возьмите литературу по сыроедению, вы сразу поймете, насколько она совпадает. Термически обработанная пища это преступление питаться самому и своих детей. А мясо это уже и говорит, нечего. Мы даже термически обработанной. Вот строганину в Сибири едят, тогда цингои не болеют. И рыбу, и мясо сырыми, здесь термической обработкой. Тогда она усваивается хоть как-то. Но бактерии погибают. Если мы свою микрофону губим, то у нас не будет иммунитета и мы погибнем. Поэтому мясо исключено из рациона. То есть это к невежеству приводит. Даже строганину. Это крайний случай. Да, мы можем охотиться. Мы можем и рыбачим. Но это когда уже других способов пропитаться нет. И вот так допускается и охота, и рыбалка допустимы. Но только в том случае, если другой пищи нет. Чтобы сохранить свою жизнь, это допустимо. Если есть возможность за другим питаться, то у нас выдача в том, что мы молоком, молочными продуктами питались. Редко какой хозяин пойдет на убийство скотины. Это экономически невыгодно. Ну, другое тело там дикаря завалит. Ну, другое. Надо выхода нет. Прокормиться. А если другое ест? Да зачем мне это надо? Тем более, есть такое понятие, как безубойная диета. Просто нравственность не позволяет убивать другого существа ради чревоугодия. Потому что, если мы позволяем себя охотиться и убивать других существ ради чревоугодия, тогда, по правилам причинно-средственной связи, кто-то имеет право на нас охотиться. Как ударишь, так и получишь. Что посеешь, то и пожнешь. Так же? Поэтому к нам прилетают инопланетяне, видели хищник фильм, за нами охотятся. А на самом деле в жизни еще страшнее. Нас едят и сейчас едят. То есть, власть принадлежит вампирам. Нужно вам это объяснять, что это такое? Они имеют право. Почему? Почему боги дозволяют? Потому что мы позволяем себе убивать других существ. Так же? Мы там свинью завели. Маша, Маша. Переоня подросла. И вот так и с нами поступают. Ну а зачем тогда насознанного? Для чего? Если ничего лишнего есть? Попробуем. Зачем баран создан? Ну понятно. Горова, корова дает молоко. Священное животное. Что же делает бычком? Пахали на нашу руку. Ладно, хорошо. Барану что делать? Ладно, барана шерсть можно взять. Со свиньей что делать? Что с свинью и делаем? А зачем? Зачем мне ее держать? Зачем мне ее держать? Я двоих не могу кушать. Давайте присоедини. Зачем мне держать свинью? Мне экономически это невыгодно. Я пошел в лес и заварил эту дикую свинью, уж если мне нужно, например, там кожу с нее. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.